Всем привет! Вы на канале CryptoCommons, на самом непринужденном криптоканале. И что хочу сказать? Давайте посмотрим сразу на биткоин. Что мы здесь можем видеть? Ну что, бодренько отскакиваем. Есть у нас некая, конечно же, здесь плотность покупателя. В районе 38 тысяч, 42 тысячи висят ведра. Но это совершенно не факт, что мы туда сходим. Появилась только что, когда я начал писать плотность продавца. Вот в районе 47, 52. Вопрос, пойдем ли мы выносить сейчас продавца, или все-таки нальют нам в эти ведра, и потом мы пойдем наверх. Есть только один способ узнать, как говорится, так что поживем, увидим. Что хочется вам сказать, ребята? Давайте глядеть на TradingView. У меня тут открыт график Uniswap, и это не случайно. Кстати, мы вообще, по-моему, не делали анализ Uniswap ни разу. Не случайно он открыт, потому что, обратите внимание, вот тут все похоже очень на биткоин. То же самое, дамп, тройное дно, памп, сетка развернулась в бычью сторону. Сейчас мы ее тестируем. Если удерживаем, то дальше памп. Но дело не в этом. Раньше, если вы отмотаетесь, то здесь все уже не так похоже на биткоин. Смотрите, потому что здесь, в принципе, юни начался. И кто помнит, как появился Uniswap, сначала появилась биржа Uniswap, децентрализованная биржа. А потом появился токен. И всем насыпали токенов вот здесь, в самом начале. Всем насыпали токенов, кто хоть раз использовал Uniswap. Мне лично тоже насыпали 400 токенов. Я был очень рад, и он улетел. Смотрите, их насыпали, и он полетел. 2 доллара, 3 доллара, 4 доллара, 5, 6, 7. Вон, стрелял даже на бинансе до 15 почти. И вот здесь вот я был счастлив очень сильно. Я разгрузил здесь свои токены. В эфирах перевел, и тут же в другие DeFi, залил там VOM, BZRX, еще во что-то. А в итоге, и он начал падать. Собственно, почему я разгрузил? Потому что было понятно, что он начнет падать, так как бесплатно всем насыпали очень много токенов. Ну, то есть все побежали на биржу, и давай их разгружать. И он упал, да, смотрите, в моменте он падал до 1,50 почти. Но что было дальше? Опа, 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 видите? 20 долларов, 25, 30, 35, 40. Короче, до 50 долларов почти сходила монета. Ну, до 44. То есть сделала еще, грубо говоря, 10 иксов от вот этого места. То есть даже 20 иксов от нижней точки. О чем это нам говорит? Что молодые монеты очень непредсказуемые. Потенциал роста у них очень хороший. Поэтому не торопитесь скидывать. Я намекаю, конечно же, на BitDAO. Сейчас все пишут, вот BitDAO, BitDAO, что вы нас загнали в скам? Смотрите, доллар 53, покупали по 2 на аукционе. Давайте обновим страницу, во-первых. Доллар 64 уже, а не доллар 53. Давно висит страница. А во-вторых, давайте просто проанализируем еще раз то, что я вам сейчас показал с Uniswap. И попробуем пофантазировать, что может быть с BitDAO. Я ничего не говорю. Он сейчас может попадать и до доллара, и до меньше доллара. Но потом, по идее, будет листинг на Bybit, на Binance, на другие биржи. И я думаю, что у него будут все перспективы пойти и на 10, и на 20 долларов, и там даже выше. Поэтому, что можно сказать? Кто держит BitDAO, держите BitDAO. Все с ним будет хорошо. И уж раз я заговорил про Bybit, Открылась регистрация на самый масштабнейший международный турнир WSOT. Призовой фонд 7,5 миллионов тезеров, чуваки. 7,5 миллионов. Регистрация продолжается еще 8 дней. Ссылка на нашу команду в описании. Вот наша команда Crypto Commons. Капитан Гринни. Уже 5 человек вступило за один день. Так что убедитесь, что вы вступаете именно в нашу команду. Соревнования проходят только в парах BTC-USD и ETH-USD в инверсной марже. То есть, что это значит? Вот здесь у вас есть деривативы. Не вот эти USDT-деривативы. Тут у вас счет должен быть в тезере. А вот эти, инверсные. То есть, счет либо в битке, либо в эфире. И на депозите вам нужно иметь либо 0,45 эфира, либо 0,03 биткоина. То есть, 3 миллиона сатоши. Вот. Поэтому подзаморочитесь, чтобы они у вас на счету были. Регистрируйтесь в команде и гоу торговать. Потому что призы крышесноснейшие. Первым, кто зарегистрируется большие плюшки в качестве торговых бонусов и скидок на комиссии. Так что в описании найдете ссылку. Вот. Вступайте в нашу команду. И обзор, как торговать на этой бирже, посмотрите. Вот он. Мы будем проводить серию лайвстримов торговых прямо с этого турнира. Так что регистрируйтесь, участвуйте прямо вместе с нами. Для всех участников нашей команды мы создадим закрытый чат и будем общаться с ними отдельно в Телеграме. Так что поторопитесь успеть. Если вы зарегистрируетесь в нашей команде, пишите в личку, пишите к нам в чат, в Телеграм. Законнектимся обязательно. Да, ну и пока все вроде отскакивает. Мы видим, пока я это записываю. Смотрите, медвежья ловушка разыгралась. Эфирчик пошел дальше наверх. Биточек тоже пошел наверх. Золото только тормозит. Даш даже пошел наверх, понимаете. Я вот рисовал эти стрелки. Походу неспроста. Даш пошел наверх. Все пошло наверх. Тьфу-тьфу-тьфу. По столу постучу. Ребята, чтобы не смыло наш профит. Вот, держим. Держим кулачки. Держим строй. Хомячки. Вот. Атом, конечно, сегодня люто полетел на 15% к битку. Смотрел. Я смотрел на Атом. Вчера думаю, дай возьму лонг. И что-то забыл. В общем, неплохой бы был профит сегодня, если бы взял. Ну, ладно, всех денег не заработаешь. О чем хочу еще с вами поговорить? Так это токени аудио. Слушайте, ну, аудио, конечно, просто нашумело вот этим вот пампом. Причем не только пампом, а фундаменталом, новостями, на котором он полетел. И новости там такие, ребята, что он, в принципе, может еще дальше лететь. Дальше и дальше. И фишка-то в чем? На новостях, конечно же, покупать не надо. Если вы видите уже вот такую фигню, то тут, скорее, это отыграет небольшой дамп после новости. Или сразу, или чуть позже. Но в целом, в долгую. Вот видите, я как будто нотку такую нарисовал. В долгую. Вот у нас нотный стан идет. В линеечке. И в долгую эти нотки, они, конечно, будут идти наверх. И да, кстати, меня все время просят рассказать мою историю в крипто. Или до крипто. Вот я вам сейчас расскажу. Я, в принципе, рассказывал много раз. Но для тех, кто не знает из вас. Я вообще, в первую очередь, занимаюсь музыкой и звуком. И по поводу аудио на нашем канале CryptoCommons 2.0 вышло видео. Буквально 4 часа назад вышло видео, перевод английского видео про аудио плюс тикток. У них крышесноснейшие новости. Абсолютно феноменальные новости, что аудио партнеровцы, партнерятся с тиктоком. Так что не забываем ставить лайки. Обязательно ставьте лайки. Это очень помогает развитию наших каналов, если вам нравится криптоконтент. И сейчас я вам покажу кусочек интервью с другого видео, которое мы перевели для вас, касательно этого сумасшедшего партнерства. А потом вернемся, я вам расскажу кое-что еще интересное. Токен Аудиус поднялся на 90% из-за этого партнерства. Большое движение. Аудиус. Мы говорили об этом проекте ранее. Он раньше особо ничего не делал. Да. И это вот один из первых проектов, которые они сделали. Удвоился меньше, чем за день. Новые функции. Артисты. Могут загружать свои треки в тикток одним кликом. Ты же любишь музыку. Конечно. Давай говорить откровенно. Это первое партнерство такого рода. Да. Во-вторых, у тиктока миллиард новых пользователей ежемесячно. И поскольку платформа выплачивает вознаграждение артистам, их воздействие будет расширяться просто астрономически, поскольку это создано таким образом. Это действительно очень увлекательно для артистов. Взаимодействие этих двух платформ. Да. Были довольно интересные вещи, на которые аудиус как бы нацелен. Первое — это аудиус. Это не то же самое, что саундклауд, но я думаю, что это то, к чему они пытаются добраться. И я думаю, что это партнерство с тиктоком откроет довольно интересные углы для аудиуса с функциональностью многих этих плагин-продуктов, которые есть у тиктока. И будет интересно привязать к этому блокчейн. Платформа аудиус уже насчитывает более 100 тысяч музыкантов на сегодняшний день, включая Screelex. Так что это такое интересное партнерство. Так что я думаю, количество исполнителей будет только расти и расти. Вот. Ну и, собственно, я вам начал рассказывать, что изначально я занимаюсь музыкой. И так получилось, что когда я пришел на крипторынок где-то в 16-м году, примерно в 17-м, я как раз подзаморозил свой музыкальный проект. Я там играл еще в некоторых проектах, делал какие-то штуки, редко выпускал синглы. И вот сейчас, что я понял, что на следующем медвежьем рынке крипты, который обязательно будет, не знаю когда, может быть через полгода, может через полтора, но он будет. Я собираюсь продолжить допиливать свой незаконченный альбом, заниматься музлом. Поэтому, собственно, что? Как вы поняли, много музыкантов сейчас регистрируются на платформе Аудиус. Так что вот, ребята, ссылка на нашу страницу. Мы сегодня зарегали страницу в Аудиус. У нас там пока всего 4 фолловера, можете стать пятым, шестым, успеть. Вот залились сюда свои пока еще старые треки. 16-й год, 14-й год, 15-й, 12-й, тут и даже совсем какие-то древние, там 2005-й, с чего все начиналось. Вот, свои треки, кавера, лайвы, ремиксы. В общем, если интересно, музло послушайте. Платформа офигенная, кстати, реально. Все абсолютно бесплатно, с приложухи играет, без всяких регистраций. Ну, в общем, если вы вдруг занимаетесь тоже музлом или битами там, то зарегайтесь, по-моему, прикольно. И можете посмотреть наш YouTube музыкальный, если вы интересуетесь чем-то еще, кроме крипты, конечно. И очень-очень полезно, на самом деле, ребята, отвлекаться почаще от всей этой суеты, от графиков и заниматься чем-то еще. В нашем случае музыкой, в вашем, может быть, еще какие-то у вас есть хобби, я не знаю, там на рыбалку ходить или путешествовать. И результат будет реально гораздо более профитный, это я вам точно гарантирую. Чем если вы сидите, интродейте, скальпите каждый день, это в лучшем случае без убыток. Ну, вот лично по моему опыту и по опыту многих знакомых, которых я знаю. Так что, что, рынок оживает, альткоины стреляют. Прикупил еще немного ваннча, вот он вроде как вообще в накоплении сейчас находится, я думаю, тоже хорошо полетит. Атом мы уже видим, что полетел. Вон, собственно, да сейчас почти любой второй альткоин вот так же полетит. И Dash тоже обязательно держите, посмотрите внимательно. Все, даже старые альты уже переписывают all-time high, многие. А Dash и BitCash все еще не переписал. Поэтому, ребят, Bitcoin Cash, посмотрите, где он, ну просто на днище. Dash, такая же ситуация. Dash BTC, кстати, уже начал неплохо стрелять. И сегодня, когда все падало утром, он удерживал рост. Посмотрите, зеленые свечи. Dash BTC вообще потенциал огромный. Поэтому не финансовый, конечно, совет, дисклеймер. Сами вы все знаете, ребята. Так что, вон, посмотрите, если отдалиться, тут даже вот это вот мы нарисовали, это фигня вообще. Тут потенциал вот такой. И у многих, на самом деле, альткоинов такой потенциал. Поэтому не дайте себя дурачить. Не сливайтесь вместе со всеми сейчас внизу на дне этого рынка. Посмотрите, альткоины к Bitcoin дно медвежьего рынка. Вы это видите? Это же невооруженным глазом видно. И спокойненько едете на этой волне и становитесь финансово независимыми. Ребята, спасибо большое, что смотрите. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь обязательно на музыкальный канал. И вот вам маленький кусочек какого-нибудь нашего клипа напоследок. Всем профитролей. До скорой встречи. До встречи в следующем видео. Не забудьте про турнир by B. И про нашу команду. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok